Вооружённые силы Донецкой и Луганской народных республик замкнули в кольцо крупную группировку украинских силовиков. Сотни убитых и раненых есть и среди мирных жителей. Ну а подконтрольные Киеву части продолжают обстрел жилых кварталов Донецка и ближайших населённых пунктов. Дебальцевский карман армии Донецкой и Луганской народных республик смогли превратить в своеобразный котёл. Группировка украинских карателей, а это около 8 тысяч человек, теперь находится в окружении. Потери подконтрольных Киеву частей говорят сами за себя. Общие потери группировки украинских войск за истекшие сутки составили 6 танков, 2 БМП, 5 автомобилей, 12 орудий, миномётов. Подтверждённые потери в живой силе составили 89 украинских военнослужащих. Теперь у армии Новороссии новая задача – полностью зачистить город от украинских силовиков. Роты спецназа ДНР уже работают в этих районах. А главная дорога, которая является единственной артерией помощи для вооружённых сил Украины, обстреливается артиллерией. Народных республик. Глава ДНР Александр Захарченко советует не сопротивляться и сдаваться в плен. Пока не поздно. «Ребят, моё предложение – сложить оружие и уйти. Вы воюете не с теми. У вас есть шанс. У вас есть шанс. Единственное в жизни – сохранить свою жизнь и остаться целым. Сдавайтесь, вы будете жить. Я обещаю, что вы все потом вернётесь домой». В такой ситуации украинские военные ведут себя по-разному. Кто-то, наконец, осознаёт кровавый план киевских политиков. А многие командиры на местах о патриотизме кричат только в рупор. На деле же бегут с поля боя. А те, кто остаются, продолжают заниматься своим любимым делом – палить из артиллерии пожилым массивом. А во властных кабинетах Киева ужаса войны и потери среди своих – всего лишь статистика. Зато пропаганда службы в армии и, как следствие, путёвки в Новороссию идёт полным ходом. По информации украинских СМИ, 75 тысяч мужчин уже получили повестку от военкомов. Но сколько людей действительно захотят жертвовать собой ради политических интересов отдельных взятых личностей – неизвестно. Ведь цена патриотизма по-украински – это высокопарные речи чиновников и боль родственников, ежедневно встречающих гробы в разных уголках страны. Артём Артёменко, Время новостей.